имеется у него такая пила на пиле есть такой вот заборник для опилок но опилки все равно пролетают то есть нужно подключать пылесос вот тоже второй инструмент фрезер когда им работаешь и постоянно включать выключать пылесос неудобно что я решил сделать сделать одновременное включение когда вы включаете нажимаете на кнопку либо на этом инструменте на этом включении пылесос автоматически должен включаться и затягивать стружку приобрел у китайца вот такой модуль это значит модуль защиты от перегрузки потоку столько разницы нам питание у них два контакта это питание этой платы чтобы она работала есть на 5 вольт на 12 вольт и на 24 вольта я покупал на 5 вольт проще потому что , проще буду запитывать с обычного с телефонного зарядного устройства рисую схему сейчас выставлю у вас на видео появится как она там подключается что и здесь соберу так наглядно чтобы было понятно что куда подключать значит корпус вот этот вот я разберу 220 пойдет на схеме подключаться будет с розетками а 5 вольтовый уход я подпаяю на вот эти два контакта затем хочу горячим клеем вот здесь платок платье вот так чтобы одна снизу было питание то есть меньше места будет занимать подклеить 5 выйдет сюда 220 пойдет туда на розетку 220 здесь берем с этого разъема успешного 5 вольт я хочу вот так вот так не пойдет вот так вот сделать горячий клей сюда и сюда 5 есть 220 вот сейчас я подключил разъемчик светодиод засветился то есть 5 вольт работает собрал такую наглядную схему начать вот на картинке на видео появится вторая схема кому нужно нажимать и паузу смотрите это значит соединение самих элементов это вот 220 которые будут ходить вот эти два провода вот они вот они заходят значит одна резетка здесь пылесос и 2 резетка здесь подсоединяем либо пилу либо фрезер что вам понравится значит теперь по проводам их разного цвета собрал значит синий это нейтральный то есть 0 и красная эта линия то есть 220 вольт 230 вольт значит все очень просто синий заходит на одну резетку сразу же во вторую резетку вот они два провода и третий провод идет на питание блока питания который будет запитывать в эту плату всего лишь три провода подсоединяется теперь по поводу линия значит фаза идет у нас на плату на реле через реле ну через открытые контакты проходит на вот эту резетку пылесоса то есть разомкнутые контакты когда сработает сюда пойдет 220 то есть пойдет запитка пылесоса отсюда же идет обязательно через вот это вот кольцо здесь катушечка через катушку и на вторую резетку где у нас будет подключаться пила там что угодно и отсюда же выходит один на питание блока питания то есть вот питания телефона который будет запитывать эту плату то есть включаем 220 230 запитывается вся схема запитывает блок питания эту эту и этот остается в ждущем как только нажимаем кнопку на пила или фрезер сразу срабатывать будет реле и включаться будет пылесос или срабатывает при 5 амперах то есть можете посчитать мощность при которой будут включаться так 5 ампер 230 вольт это получается 1150 ватт и у меня пила 2 киловатта то есть 2000 ватт будет срабатывать идеально по поводу кто как хочет тот так и собирает здесь все пока так получается меня две розетки пылесос и инструменты проводочками здесь все тоненькие пока ну здесь для 5 вольт нормально здесь вот здесь тоже на блок питания нормально а вот здесь вот 10 вы идут более мощные нужно будет потолще это так я для демонстрации собрал поэтому соорудил такую конструкцию пылесос вот стоит значит шланг от него опилки наложил в эту розетку включен пылесос в эту розетку включен фрезер вот это питание значит питание уже включил вот светодиод красным светится плата то есть работает теперь как только я нажму на кнопку включения на фрезере должен включиться пылесос то есть он потянет опилки вовнутрь ну что пробуем еще раз включая причем когда фрезер выключаю он еще немного работает небольшой промежуток времени пылесос в общем вот такая вот схемка все работает кому было интересно подписывайтесь не забывайте поставить лайк смотрите еще видео буду выкладывать интересного всем удачи